Стабильный, процветающий и мультикультурный. Именно таким стал Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева. Возглавив страну в 2003 году, Ильхам Алиев взял за основу своей политики курс общенационального лидера Гейдара Алиева. За этот немалый период времени были проведены успешные реформы, направленные на укрепление политической и экономической стабильности в стране. Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан стал ключевым игроком в регионе Южного Кавказа. Республика укрепила свои позиции в качестве самостоятельного, уверенного, надежного партнера и игрока. Многопрофильная политика Ильхама Алиева, выстроенная исходя из стратегических интересов страны, вызывает огромную симпатию и глубокое уважение со стороны иностранных партнеров Азербайджана. Наши отношения с соседями хорошо сбалансированы и основаны на дружбе и взаимном интересе. Наши отношения с европейскими институтами также имеют положительную динамику. Я уже упоминал об энергетических проектах, о том, как мы поддерживаем Европу. Когда Европа попросила нас оказать эту поддержку, мы ее оказали, потому что мы всегда стараемся помочь тем, кто нас об этом просит. Наши отношения с мусульманскими странами являются примером солидарности и партнерства. Азербайджан считается одним из наиболее активных членов Организации Исламского Сотрудничества. Все это охватывает почти всех членов межнародного сообщества. Одним из ярких показателей международного признания авторитета Азербайджана стал и тот факт, что стране было доверено проведение ряда крупномасштабных международных мероприятий, в числе которых саммит стран-движения неприсоединения. Успешным председательством в международной организации, насчитывающей 120 государств-членов, Азербайджан придал объединению новый импульс развития. Воспользовавшись этой площадкой, Ильха Малиев поднял актуальную на тот момент проблему неравного распределения вакцин от COVID-19. Глава государства тогда выразил глубокую озабоченность по поводу явного различия в поставке вакцин развитым и развивающимся странам. Азербайджан продемонстрировал свою активную роль в решении глобальных проблем, укрепив свою репутацию ответственного и влиятельного игрока на мировой арене. Азербайджан всегда при Ильхаме Оливии и при Генерале Оливии, конечно, тоже вел себя исключительно разумно, не ставил себе каких-то нерешаемых целей и всегда выполнял свои обязательства. Это то, что всегда очень ценится. И то, что Баку при Ильхаме Оливии регулярно выступал инициатором каких-то очень разумных, справедливых, мирных инициатив на международной арене, это всегда тоже повышало авторитет Азербайджана и работает сейчас на то, что с Азербайджаном на мировой арене считаются даже крупнейшие страны. Ильхам Олив вошел в историю Азербайджана как победоносный лидер, положивший конец почти 30-летней оккупации азербайджанских земель Армении. Глава государства умело использовал свой опыт и знания в геополитике для привлечения внимания стран мира к многолетней агрессии Армении в отношении Азербайджана. Его активная дипломатическая работа привела к тому, что международное сообщество не стало чинить препятствия Азербайджану в его борьбе за правое дело. Своими силами Азербайджан восстановил историческую справедливость, выполнив четыре резолюции ООН по Карабахскому конфликту, которые требовали от Армении немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил с суверенной территории Азербайджана. «Армения не должна забывать про железный кулак», — говорил впоследствии Ильхам Олив. Так и случилось. Спустя три года с начала Второй Карабахской войны Азербайджан был вновь вынужден силой ликвидировать сепаратистское квадеобразование на своей территории. Так страна завершила процесс восстановления территориальной целостности. С чем он выходил на самые первые выборы, было реализовано. Люди видели, что их президент последовательно занимается и лично занимается, и лично заинтересован в достижении целей, которые он сам озвучивал. То есть все, что Ильхам Олив ранее говорил своему народу, он исполнял. И это были не какие-то очередные предвыборные обещания, чтобы добиться голосов, а это была настоящая государственная программа, которую под руководством Ильхама Олива Баку реализовывала в течение десятилетий. Блистательная победа во Второй Карабахской войне и успешное завершение антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года поспособствовали укреплению национального единства в Азербайджане. Народ убедился в правильности сделанного им выбора на президентских выборах 2018 года и переизбрал Ильхама Олива на очередной президентский срок 7 февраля этого года. Впервые в истории независимого Азербайджана выборы проходили на всей суверенной территории страны. Вернувшиеся на освобожденные от оккупации территории уже бывшие вынужденные переселенцы с большим воодушевлением воспользовались своим избирательным правом, пытаясь так отдать дань благодарности своему кандидату за то, что сегодня они живут под мирным небом. Азербайджан пережил сложные испытания, но при этом сумел достойно пройти через них. Сегодня, благодаря решительным действиям Ильхама Олива, страна идет в ногу с другими сильными и независимыми государствами, занимая достойное место на международной арене. Фарид Адилов, CBC.